ничего исправить свои качества и вот мы исправляем качество и сейчас мы находимся уже в качестве которая с одной из самых ну во всяком случае в книге которую мы изучаем она самая длинная это глава про радость и сейчас мы подошли к очень очень важному такому вот прямо уроку так все доброе утро те кто присоединяется у нас идет трансляция по трем каналам вы знаете же да идет трансляция в телеграме всех очень приглашаю в telegram потому что в телеграме потом идет сразу же после урока запись аудиозапись можно еще раз послушать то что вам понравилось поделиться со всеми с кем надо поделиться вообще надо поделиться со всеми потому что потому что чем больше вокруг будет верующих, счастливых людей, тем лучше будет мир, в котором мы живем, и меньше будет зла. То есть, чуть-чуть света разгоняет много зла. И вы никогда не знаете, когда человек на него повлияет. Вот вы можете ему один раз послать, второй раз послать. Вы ему послали, он вас послал. Вы ему послали, он вас послал. Вы ему послали. И в какой-то момент он, хоп, очте. И, значит, говорит, да, действительно, вообще все. Я, значит, раскаиваюсь, я раскаиваюсь, становлюсь религиозным, и у вас, значит, есть заслуга, уже огромная заслуга, что вы одного человека сделали праведником. А здесь это колоссальная заслуга, потому что сказал пророк Ишаеву, по-моему, что тот, кто вытаскивает драгоценность из мусора, то есть, он такой человек, как скажет, так Бог ему выполнит награду. То есть, если вы кого-то, который вас посылал, вы его все-таки, вы его сделали позитивным, религиозным, святым человеком, то он уже после этого, вы можете уже тогда благословлять, вы можете потом все у Всевышнего просить, он для вас сделает. Поэтому это очень важно, что, так как мы занимаемся во икра, просветительской деятельностью, очень много людей в мире стали религиозными благодаря нашим урокам. За более пяти лет мы работаем. И получается, что все, кто поддерживают во икра, как партнеры, как спонсоры, все те люди, которые поддерживают во икра, участвуют вот в этой акции вытаскивать драгоценности из мусора, когда человек погружен в зло, это он как будто бы в мусоре копается, да, и у вас тоже появляется большая сила в вашей молитве. Итак, мы дошли до момента, в котором говорит нам автор этой книги, который скрыл свое имя для того, чтобы, значит, не быть, не возгордиться. То есть, он написал книгу, которую уже тысячу лет изучают, путь праведников, но никто не знает, кто ее автор. Он скрыл себя, он говорит, а мне не нужна слава. То есть, он тем самым, он еще больше усилил свою духовную награду, потому что он это сделал бескорыстно, то есть, он не получил за это ни деньги, ни славу, ни признание и все это было только чистое служение Всевышнему. И вот он здесь нам говорит, от качества радости зависит заповедь признавать и оправдывать Суть Всевышнего, что бы ни случилось с человеком. Значит, чем более человек владеет вот этим качеством радость, тем более у него появляется сила оправдывать суть Всевышнего, когда что-то ему не нравится. Теперь многие скажут, а зачем мне оправдывать Суть Всевышнего, если мне не нравится. Вот мне не нравится, что Всевышний мне вот это сделал. Я не согласен. Ну, не согласен. Хорошо, выйди, например, на площадь в Москве и скажи, я не согласен. Что будет с тобой? То есть, ты можешь быть не согласен, но это чревато. Так это в Москве на площадь выйти, я не согласен. А перед Всевышним, который хозяин мироздания, сказать, я не согласен с тем, что ты сделаешь, это глупо просто, потому что он хозяин, он так сделал. Поэтому, значит, написано в книге Дворим, прямо в Торе, что познаешь ты в сердце своем, что Всевышний наставляет тебя, как человек наставляет сына своего. Представляете? То есть, получается так. Дамир, я не знаю, это надо Якова попросить, если он ее найдет. Это такое старое издание на русском языке. Значит, ну, где-то есть, да, по-моему, было в электронном виде она. Значит, получается, что как отец наставляет своего сына, иногда это может быть сыну неприятно. Отец ему говорит, послушай, ты должен учиться. Нет, я хочу играть. Я тебе говорю, ты должен учиться. Послал его в школу. Со школы пришли, сказали, сын побил девочку. Папа приходит его в угол, там, дал ему по жопе, говорит, нельзя бить девочек. Он говорит, ну, теперь, если папа сына любит, он его убедит и заставит его понять, что нельзя бить девочек. А если папа его не убедил и не заставил, потом, получается, как в Казахстане, человек бьет женщину и убил ее, да. Ну, что это? Это же неправильно. И сказать, что папа, который сына заставляет и наказывает за то, что он делает неправильные поступки, плохой папа, так нельзя сказать. Значит, почему? Потому что так же Всевышний через неприятности. А как человеку объяснить, что он неправильно себя ведет? Только через неприятности. Теперь дальше. И если после раскаяния положение человека ухудшится, бывает, что человек говорит, все, я все понял, все, я неправильно себя вел. Там, вот у меня есть один знакомый, он в тюрьме раскаялся, да. Он говорит, мне должны были дать большой срок, но я настолько, я так и молился, говорит, что просто от всего сердца, что Всевышний вытащит меня из тюрьмы. Я обещаю, клянусь, никогда больше, ничего больше. Он раскаялся и его выпустили. Теперь. Но здесь приводится другой случай. Если после раскаяния положение человека ухудшится, то как надо думать, что тоже это к благу человека? Вот в этот момент, значит, было что-то, у него какая-то серьезная проблема. В этот момент тоже нужно подумать, что это тоже к благу человека. Почему так происходит? Здесь есть намек такой, что если человек, например, он злодей, то ему наоборот бывает здесь везет. Почему ему везет? Потому что Всевышний ему выплачивает за все его хорошие поступки в этом мире, но он лишается вечной жизни. Но Всевышний же честный, он ему не может не выплатить за все его хорошие поступки здесь. Теперь, а почему бывает, что праведник, он страдает? Потому что у праведника, у любого, как говорил царь Соломон, нет праведника, который бы никогда не грешил. У него тоже есть чуть-чуть какие-то пробои. Значит, Всевышний наоборот с него снимает в этом мире через страдания эти пробои, чтобы он туда пришел уже и у него впереди вечность. Но в любом случае мы не знаем суд Всевышнего, мы не знаем суд Всевышнего, но мы знаем, что отношение к тому, что происходит с человеком, зависит от качества радости, то есть то, что мы сейчас изучаем, мы изучаем вот это качество радости, то есть от того, что человек радуется участи, которую ему уделил Всевышний. То есть мы говорим так, что по большому счету как бы реакция человека на то, что с ним происходит, зависит только от того, насколько человек овладел вот этим качеством радости. Потому что есть люди, которые у них, например, 90% всего хорошего и там 10% в жизни неприятностей. и они просто все, они уже в кошмаре, они уже там в страданиях, в трагедиях, все, они уже вообще ничего хорошего не видят в жизни. Теперь бывают люди наоборот, у них, например, там половина страдания, половина нестрадания. И они, несмотря на то, что у них есть большое страдание, они умеют радоваться тому, что у них хорошо, и они радостные, счастливые и так далее. То есть зависит только все от твоего подхода к жизни. или ты, твой подход радоваться или не радоваться. Каким образом, спрашивает автор книги, достичь радости о своей доле и принимать недоброе с радостью? Он говорит, ну как, технически. Вот идет человек, значит, идет, 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 шел, упал, споткнулся, как там, шел, упал, очнулся, дипс. Вот он идет, очнулся, дипс. Лежит он с дипсом. Что? Как ему преднять этот дипс с радостью? Теперь он дает нам четыре, сейчас, первое он пишет, первое, это великое упование на Всевышнего. значит, великое упование на Всевышнего. Значит, он говорит, ну, значит, Всевышний, я на тебя полагаю, что попадется мне и врач хороший, и все, видно, ты мне дал возможность отдохнуть, обследоваться, я полагаю, что ты лучше меня знаешь, значит, мне в дипсе надо походить зачем-то. Есть какое-то, какое-то основание. Это называется полагаться на Всевышнего, что Всевышний знает, что делает. Второе, глубокая вера, что все от Всевышнего, что это не кто-то там, кто-то начинает там, кто здесь все, знаете, с детства ребенка учат, вот я наблюдаю, разное обучение, разная схема. Идет ребенок, падает, ну, это со всеми детьми случается, это как бы, ребенок, он все время падает, пока не научится ходить. Теперь одни родители, падает ребенок, мама бьет ступеньку, на тебе, на тебе, плохая ступенька, зачем тут ступенька моему ребенку мешает? И ребенка учит, побей ступеньку, значит, эта ступенька помешала. Другая мама берет ребенка, и ребенку говорит, смотри, ребенок, значит, нужно аккуратней ходить, нужно внимательно смотреть, как ты идешь, и, значит, начинает показывать, как надо ходить, для того, чтобы в ребенка заложить правильную схему хождения, аккуратную, там, чуть-чуть, это, два, потренируемся, давай 10 раз присядем, 10 раз подпрыгнем, ноги укрепим, чтобы не падать, будем сейчас укреплять вестибулярный аппарат, там, и так далее. То есть, два разных подхода. Один подход, на тебе, на тебе, плохая ступенька, кто виноват в том, что я упал, кто виноват, что я руку сломал, кто виноват. Это бесполезный вообще в жизни подход, потому что, ты нашел виноватого, но в 99% случаев, виноватый скажет, что виноват ты. То есть, ты думаешь, что он виноват, а вообще, он скажет, я виноват, это твои проблемы вообще. Значит, еще раз, для того, чтобы с радостью принимать, даже неприятные события, нужно, первое, значит, упование на Всевышнего, бетахон, это то, что называется, что все будет хорошо, Всевышний знает. Второе, глубокая вера, что все от Всевышнего, и это все сделал не кто-то, не я, это все сделал Всевышний, тут есть какой-то большой смысл. В-третьих, разум нужен, это понять, а в-четвертых, чтобы с радостью принять ситуацию, например, мы говорили про, шалупал очнулся дипс, в-четвертых, вот это очень важно, умеренность, то есть, умение удовлетворяться малым. Если человек неумеренный, и он не умеет удовлетворяться малым, то он скажет, все, жизнь пропала, там, руку, руку сломал, а тот, кто умеет удовлетворяться малым, он скажет, шикарно, вторая рука есть, есть, работает, ноги есть, есть, работает, значит, как раз сейчас время, я давно слышал, что полезно начать другой рукой, для осознанности, там, делать все вещи, вот как раз сейчас потренируюсь, то есть, он довольствуется малым, тогда он может принять с радостью. теперь я же параллельно изучаю позитивную психологию, и ученые долго не могли понять, зачем человеку нужны позитивные эмоции. Значит, как только человек впадает в негативную эмоцию, у него создается стресс, у него вырабатываются разные там гормоны стресса, и у него первое, что у него делается, у него мышление становится туннельным, сфокусированным, он видит только то, что он воспринимает как опасность и как проблему, он ничего кроме этого не видит, то есть, теперь, если вот такой вот зашуганный там человек, он идет по лесу, и его на измене, его все пугает, он тут испугался, там лист зашуршал, он убежал, он на адреналине, тут зашуршал, он убежал, там зашуршал, он убежал, тут зашуршал, а он там еще убежал, то есть, он 10 раз был просто на измене, сжигал свою нервную систему, на 11 раз он спасся от тигра, понятно, то есть, негативные эмоции, они, они созданы для спасения жизни, для обслуживания инстинкта самосохранения, и они сужают человеку его мышление, они включают в нервной системе турборежим, у человека сжигается огромное количество энергии, когда он в гневе, у человека прямо начинает сердце биться и так далее, теперь, но в жизни-то в нашей, эти все негативные эмоции включаются просто, кто-то тебе не то сказал, кто-то там сделал не так, как ты хотел, кто-то опоздал на встречу, человек все время на пустоту, там нет ни тигров, там нет опасности для жизни, там кто-то на тебя не так посмотрел, а у человека уже все, сердце бьется, как будто он тигра увидел, и человек сжигает свою нервную систему, и он не видит вообще ничего, кроме придуманной потенциальной опасности, теперь, если человек научился вот этому вот искусству радости, он понимает, что все к лучшему, что все делает Всевышний, он умный и понимает, что гибкость ума у него есть, что он понимает, что любая интерпретация, это не более чем интерпретация, и он умеренный, он говорит, ну не посмотрел на меня, вот я не понравился, кому-то, ну и что, ну и у него проблемы, ему все в жизни не нравится, а мне-то что, ему я не нравлюсь, ему я не нравлюсь, а себе я нравлюсь, и там еще кому-то я нравлюсь, все 50 на 50, нормальная жизнь, хорошая, я же не всем должен нравиться, и тогда он довольствуется тем, кому он нравится, все, у него включается позитивное мышление, а позитивное мышление, человек расслабленный, он творческий, у него он видит все, он по лесу идет, такой вот позитивный человек, он за цветами наблюдает, он там смотрит вообще, то есть у него рассеянное мышление. И в этом рассеянном мышлении происходят все открытия, он творческий. А в негативном мышлении, в страхе, происходит туннельное мышление. То есть он видит только, зациклился на одной какой-то негативной занозе. В наше время человеку, естественно, что правильнее то, что мы с вами делаем, быть в радости. Но он пишет, что в любое время, неважно в какое время, потому что все это от Всевышнего, и от тигра тебя Всевышний спасет, и от всего. Значит, дальше он пишет, что здесь самое главное. Давайте начнем с упования, с упования на Всевышнего. Что такое упование на Всевышнего? Значит, написано в Псалмах, 55-й Псалом, 23-й отрывок, Псалмы царя Давида написано так. «Возложи на Всевышнего бремя свое, и он прокормит тебя». И он прокормит тебя. То есть человек сидит и думает, что я завтра буду делать. Даст Бог день, даст Бог пищу. Что ты думаешь, что ты завтра будешь делать? Ну, ты придумаешь. Как было очень много, я же работал как корпоративный бизнес-тренер, и мы делали стратегии на 5 лет, на 10 лет. Где сейчас все эти стратегии? Нет стратегии. То есть человек, который знает, что я сегодня делаю, учусь, работаю, уповаю на Всевышнего, молюсь, дают сдаку. Даст Бог день, даст Бог пищу. Я живу правильно, значит Всевышний обо мне позаботится. Все. Вот это называется «возложи на Всевышнего бремя свое». То есть не тащи свой завтрашний день. Ты не знаешь, что будет. Что ты выдумываешь себе, пытаешься себе все просчитать. Там, как я помню, это смешно было. Я когда-то, вице-президент Пепсика, значит, он готовился к приезду президента Индра Новы. Она должна была приехать, и он должен был перед ней делать презентацию. И мы готовили эту презентацию. Там я ему помогал неделю готовить презентацию. Все. И потом она должна была прилететь, он должен был в два выступать. И он волновался, не спал ночью. Вот она будет хотеть кушать, она будет голодная, будет спешить. Она меня не услышит. В общем, он боялся всего. И потом я его спрашиваю. Я в это время улетел, как раз был мой самолет, когда он должен был проводить презентацию. Я улетел. Тогда еще летали самолеты из Москвы в Тиев, шесть самолетов в день. И я, значит, прилетаю в Тиев, ему звоню быстрее. Ну что, говорю, как прошла презентация. А я его был как тренер, помогал ему готовиться. Он говорит, вот ты не поверишь, говорит. У тебя вот все я предполагал, кроме этого. Я говорю, а что, ну скажи. Он говорит, она не пришла. Она вообще не пришла. То есть она послала кого-то там, своего помощника. Она приезжала в российское отделение Папсика. И, значит, она не пришла, все. Так его после этого перевели в Бельдию работать, что интересно. Потому что тот, кто слушал вместо него, ему так понравилось. Какая была классная презентация, его перевели в Бельдию. То есть мы не знаем. Сказал царь Давид 3000 лет назад. Положи на Всевышнего бремя свое. Он прокормит тебя. Ты занимайся тем, еще раз, Наталья вот задает хороший вопрос. Ты придумал цель. Ты придумал план. И после этого ты говоришь, Всевышний, ну я знаю, что ты-то лучше меня знаешь, как будет. Я иду по этому пути, но я знаю, что результат от тебя, все от тебя и так далее. То есть ты можешь идти по какой-то дороге. Но при этом ты знаешь, ты не несешь это бремя. Ты понимаешь, что тебя по этой дороге каждый шаг все равно везет Всевышний. То есть и то, что у тебя... А это как бы вырабатывается осознание и понимание через благодарность. То есть если я понимаю, спасибо Всевышнему, что я дышу. Спасибо, что я рукой могу шевелить. Спасибо, что есть интернет. Спасибо, спасибо, спасибо. Ты понимаешь, что и сейчас все, что у меня есть, все от Всевышнего. И завтра то, что будет, все от Всевышнего. И тогда ты спокойно, ты придумал свое, но ты положил на Всевышнего свое бремя. ты не несешь свой план, что так должно быть. Я придумал, человек предполагает, Бог располагает, он хозяин, я полагаю, что он лучше, меня знает, что лучше. Теперь, а что приводит к этому упованию, к такому? Вера во Всевышнего. Значит, если человек верит, что все от Бога, и не от кого другого, и все успехи в этом мире, в мире будущем, тогда, если человек верит в это, и он блага... А вера начинается с того, что я вижу, насколько все вообще в этом мире призрачно, все в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись. Я понимаю, что это не я сделал мою жизнь, что все это как иллюзия такая. Я, когда начинаю за это благодарить, и я благодарю за это Всевышнего, в этот момент появляется любовь к Всевышнему и вера во Всевышнего. Если у меня есть вера, и я пока шел в синагоги домой, я сказал 30 благодарностей, да? Спасибо за нос, что у меня есть нос, спасибо, что я могу дышать, и спасибо за вот эти вот цветы, за запах цветов, которые я чувствую, и так далее. То есть простые вещи. И я понимаю, что Всевышний Он дает, просто большинство людей не замечают, и они смотрят именно на ложку дегтя, то, чего им не хватает. Причем часто то, что не хватает, человек придумывает себе. Он не знает, ему хватит или не хватит, он выдумал, мне не хватит завтра, что же мне не хватает, вот у меня план мой, он не получается, вот у меня то у меня. И он вместо того, чтобы радоваться носу, радоваться воздуху, радоваться цветам, радоваться своему там, этому дню, который у него есть, он идет и огорчается, и прямо он боится, и волнуется, и тревожится, что у него вот что-то из его там придуманных им планов не получилось. Это неправильно. Значит, в чем заключается вера? Значит, верующий человек, это человек, который не боится ничего плохого, и с радостью принимает все происходящее с ним. Он подобен рабу, который знает, что господин его щедр и милостив, и платит много исполняющему его волю. И хотя иногда бывает работа сложная, и мне не нравится, и непонятно, но я знаю, что есть хозяин мира, я выполняю его заповеди, он щедрый, он весь мир содержит, он добрый, он мудрый и так далее. То есть вот Бог, Творец, Мироздание, значит, я на него полагаюсь, и я верю, что все хорошо. И тот, кто полной верой, верует в своего Творца, верует, что он оказывает добро и милосердие более любого вообще, он как бы основа милосердия, и что он праведный судья, и все, что он делает человеку во благо, то он, конечно, не будет расстраиваться. И тут он приводит очень красивую метафору, приводит он красивую метафору, как относиться к неприятностям. Эта книга написана тысячи лет назад. То есть надо понимать, что он пользуется теми примерами, теми идеями, которые были тогда, работали. Вот он говорит такую вещь. И, значит, несомненно, если человек верует всем сердцем, он будет рад любому приговору Всевышнего. Потому что кто же не радуется, если у него берут медный грош, такую медную монетку, а взамен дают золотой слиток. Упование на Всевышнего приведет к бесстрашию верующего во Всевышнего, полной верой и твердо надеющегося на него. Он не поводится никакой угрозы, исходящей от человека. И он, значит, ради расположения человека никому не поклонится, он будет служить лишь Создателю. Все, все от Всевышнего. Так. Упование на Всевышнего приведет к тому, что уповающий на него освободит свои мысли от житейских дел и направит их на учение и служение. Все. Это как бы на сегодня мы на этом заканчиваем. И дальше будут размышления. Такая очень длинная глава, которая нас вот так и учит. То есть вот этот вот момент относиться ко всему с радостью. Ну, это очень крутая вещь. То есть это крутейшая вещь, потому что люди из-за стресса не замечают того счастья, которое Всевышний им дает. И они как принцессы на горошине, 20 матрасов, одна горошина страдает. Они как человек, который, как Аман был, такой злодей Аман, у которого было все. И он приходит домой, собирает своих вот этих вот, написано, своих друзей, сыновей, жену, всех тех, кто его любит, любящих его. И говорит, вот все вот это мне не в радость. Пока месть, там, Мордыха мне не поклонился. То есть это как раз то ужасное качество, которое идет как раз против радости. То есть человек, который видит вот эту вот все время ложку дегтя и в нее ныряет, и обмазывается, и выдумывает, что будет завтра плохо, и выдумывает, что вот это вот и сегодня все не так хорошо, как вам кажется. Человек, который видит в мире только полупустые стаканы и видит вот эти недостатки во всем, остается только от этих людей пожалеть. И Всевышнему не надо их наказывать. И в жизни это их наказание, потому что им реально плохо. Они реально мучаются, реально боятся, реально страдают, реально там переживают. Но в чем здесь, как бы, можно было бы сказать, ну ладно, и пусть себе страдают. Да, если... Очень тяжело такого человека изменить. Потому что когда ты ему говоришь, ну посмотри на хорошее, он даже в твоих словах найдет плохое. То есть у него такой подход. Но почему все-таки надо стараться? Потому что эти люди, они опасные. Они, помимо всего прочего, они же, когда им плохо, они же не сидят вот так вот, мне плохо, они делают плохо другим людям. То есть они, исходя из вот этой своей веры, что все плохо, они нападают. То есть вот эти вот, как злобные такие вот люди, это же все люди, которые... Все маньяки, да? Им плохо, они... Но они же... Ну ладно, плохо тебе плохо, сдохни, если ты маньяк, да? Но если этот маньяк потом берет, крадет и убивает 40 человек, то, конечно, надо с ними что-то делать, с этими маньяками. Хорошо, друзья, но я надеюсь, что когда мы дойдем в Аикра, мы дойдем до миллиона часов в месяц изучения Торы. И с Божьей помощью мы дойдем. То мы такой создадим свет в мире, что этот свет испарит все зло и, значит, придет в ашиях. Все, всем удачи, успехов, чтобы было у всех благополучие и чтобы вы видели это благополучие. Потому что количество благополучия в жизни измеряется тем, насколько ты умеешь его увидеть. Бывает, что у человека много благополучия, он не видит. А бывает, что у человека мало благополучия, он видит. Как сегодня 27 число и 27 глава в притчах, там есть такой поступок, такой отрывок, что присытившемуся, для него он пренебрегает даже медом в сотах. А нефеша рейва, голодная душа, ей даже марматок, ей становится даже горько и сладким. Так вот здесь очень вот этот вот момент, что когда мы друг другу желаем благополучия, то можно было бы добавить, я желаю, чтобы ты замечал то благополучие, которое у тебя уже есть. И в заслугу того, что ты замечаешь, что Всевышний давал тебе еще больше благополучия. Потому что, когда даже благословляют, чтобы были, например, деньги, да, в Торе написано, ты будешь есть и насыщаться, и благословлять Бога. Потому что бывает, что человек ест и не насыщается. И тогда сколько ты ему не давай, ему это будет наоборот во зло, потому что он будет есть, 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 будет жиреть, болеть и так далее. А благословение, это когда ты от немногого сильно насыщаешься. Вот это настоящее благословение. Все, удачи, успехов всем, до завтра.